Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться вживую. Мне не нравится, когда муж провожает взглядом симпатичных женщин в моем присутствии. Мне это неприятно. Поднимите руку, кто не согласится с ней, женщины. Вы обожаете, да? Когда? Идешь с мужем, он такой, тихо, тихо, Лен, тихо. Твою оси, Сандри, как ты! Смотри, как он! Ну, извините, перебил. Если я на диете, это не значит, что мне нельзя просмотреть меню. Так это ж отец вам говорил. Я с ним полностью согласна. Да, конечно, конечно, так и есть. А, смотри, да, на других баб? Кто? Муж. Я пока лиман. Вы не заметили связи между этими двуми афаками? Спасибо. Спасибо. Захочешь, ну, хрен найдешь такие, да, аргументы? А тут рацо. Все, действительно. Да, да. Поднимите руку, кому не нравится Порш Панамера. И там мужик поднимает руку. А ты на чем ездишь? Ну, Грумина не на чем, как бы. А с чего планируешь пересесть на машину? Ну, с кокаина. Ну, это как бы ясно, почему тебе это не нравится. Ладно, продолжим про мужа. Мне это неприятно. Я ему об этом сказала. Ну, похоже, что у него это происходит непроизвольно. Ну, я могу сейчас целый хит-парад вещей, которые у мужчины происходят непроизвольно. А вам это не нравится. Вижу по глазам вы этот хит-парад. Ознакомлены. Ознакомлены. Что же делать? Алгоритм поведения несложен. Правила несложные. Они такие. Мужчина в браке со своей женщиной ведет себя так, как эта женщина ему позволяет. Так это я во всем верю? Да. Ну, хорошо, давайте не будем ходить далеко. Вот я, мужчина. 51 год – это средний возраст? Или уже? Успокойся, ты еще не умираешь. Я знаю, любой возраст нормальный. Я просто хочу узнать, как он называется. Ну, мужчина средних лет. Да. В меру упитанный Карсон. И, как вы думаете, мне нравятся красивые формы женщин? Обязательно. Да. Я провожаю глазами? Обязательно. Обязательно. Ну, естественно. В рамках культуры. Умячки есть. Ну, темный, да. Да. Кому это мне нравится, да. И я уверен, что все делают так. Почему я это не делаю при жене? Потому что ей не нравится. А что обожение? Потому что ей нет. Дорогие друзья. А как я узнал, что ей это не нравится? Настойчиво объяснила. Возможно, даже не на этом примере. А на каком-то другом. Я четко понимаю, если я себя так буду вести, как урок. Просто-напросто у меня возникнет. Да, какая-то будет реакция. И эта реакция, она будет мне неприятной. Чтобы не... Ну... Кто-нибудь парковался на местах для инвалидов? Поднимите руки, моральные уроды. Вы просто не услышали вопрос. А кого-нибудь из вас менты нагибали хорошо за это дело? А вот и руку подняли, потому что вас не нагибали. А вот если бы нормальные менты такие подъехали, я говорю, инвалид, показывай. Ты говоришь, да я как бы торопился, просто вот это самое, этого я не заметил. И тебя как развернули. Как полосатыми палками с тобой гибдидизмом позанимались. Как жахматили вывернули наизнанку. Ягнетушители и все. И что, взяли права и там иголочкой глаза прокнули, чтобы все им признали, что ты сука и тварь, да? И потом всякий раз, когда вы будете видеть значок парковка для инвалидов, ты говоришь, нет. Нет. Лучше достать канистру с бензином, облить тебя машину и... Ну вот и все. Это называется, в психологии называется положительные и отрицательные подкрепления. Поэтому надо нормально реагировать. У вас есть договоренность такой херен не страдать. Все чудесно понимают. Я уверен, моя женщина тоже нравится красивые люди мужского пола. Но она себя так не ведет, не ведет. Я не вижу, что она такая. Ой, боже мой, что это? Интересно, это у него молоток в кармане или... Просто рад меня видеть. Я ему говорила, а я спрашиваю, а ты достаточно серьезно обглодала ему лицо? Нет, я же женщина приличная. Ну вот такая вот история. Такая вот история. Есть ли вопросы? Это я планирую что-то сказать. Но с вопросами интересно. Вы такие, ай, класс. А можно вопрос про них? Вам нет. Все можно, а вам нет. Вот эта история, давайте задавайте вопрос, это другим. Ну, конечно, я же призываю к этому. Про нетерпение недостойного поведения. Про нетерпение недостойного поведения. Да, да, что там? Мы организуем ряд мероприятий по нетерпению. Мы это кто? Мы это кто? Ну, я. Почему мы? Вы настолько воспитывали, что вы навык себе? Да, вас, да. Вот мы женщины не терпим, да? О себе. Я женщина не терпим, да? О себе. Я женщина не терплю, да? Как-то вот предпринимаю какие-то действия. Как понять, что уже можно прекратить предприятия? Попробуйте прекратить. Чувствуете здесь сжение? Прекратите. Процесс не превратился в как бы какую-то манипуляцию, может быть, даже с двух сторон. Кто-то вон это все. Я не понимаю, о чем. Вот когда мы начали. Манипуляция с двух сторон. Ну, давайте по-честному. Ну, давайте. Вот манипуляция. А что плохого в слове манипуляции? Что вы перевели? А, ты мной манипулируешь? Мы все друг другом манипулируем. Человеческое общество построено на манипуляциях. Я всеми манипулирую, всем мной манипулируют. Это нормальная история. Я подхожу к какому-то человеку, я хочу получить какой-то результат, я себя соответственно веду. Если я подхожу, здравствуйте, хорошо выглядите и тому подобное. Я манипулирую. Я хочу, чтобы человек был ко мне расположен хорошо, я делаю для этого. Это манипуляция. Да, это манипуляция. Если я хочу, допустим, чтобы... Ну, допустим, допустим, этот человек... Как вас зовут, уважаемые? Юрий. Вот этот Юрий задолжал мне 60 тысяч евро. И эта тварь мне хочет отдавать мне деньги. Да, он сказал, чтобы я горел в аду и так далее, и так далее. Он мне отдаст мне деньги, потому что я урод. Ну, условно говоря. Я тебе скажу, Юрий, вы сегодня так хорошо выглядите, правда? Если моя цель – исплывать Юру до полусмерти, я поеду с братвой, подъеду. Все такие, как я, половины из них мои родственники, все с дубинами, да. Приехали, поломали Юрию ноги. Ну, сказали, Юра, так нельзя вести. Манипуляция? Ну, конечно, манипуляция создания. Я хочу, чтобы он испугался, верну мои деньги. Условно, Юрий, естественно. Юрий такой, нахер надо? Ноги? Столько не стоит. Поэтому отдам им деньги? Зачем? Хотел же день на лайнеры копил. А, сейчас вот такая ситуация. Манипуляция? Манипуляция. Что бы мы ни делали, это манипуляция. Мы с самого детства учимся общаться. Правильно же? Ну, Юрий со мной согласен. Он так же себя ведет, хочет произвести хорошее впечатление. Ну, умылся, да, там, хоть плохое. Это манипуляция. Поэтому манипулируйте. Хорошая манипуляция, когда человек, допустим, понимает, что это манипуляция, но ему это нравится. Я прихожу, жена, в раз, начал мы манипулировать. Сырнички пожарила, вкусненькие, такой хоро, да-то-да. Я такой, ну, я такой, а-да, о-о-о-о-о. А, жена, да, манипулирует. Я говорю, вот, зараза, манипуляторша какая. И я доволен. И я и манипулирую. Просто надо уметь правильно манипулировать. Вы когда вышли замуж, вы планировали манипулировать до смерти. А когда начинают упороться, манипуляции с обеих сторон. Это когда ваши манипуляции не проходят. Они плохие. Тренируйтесь. Правильно манипулировать. Манипуляция должна быть такая, дорогие дамы. Представьте, что мужчина это здоровый бык такой. Просто огромное, сильное там, тонное животное. А у него в носу кольцо вставлено. И умная женщина, она привязывает маленькую ниточку к этому кольцу и ведет его. Ведет. И бык такой идет за ней. И будет идти, куда она попросит. Есть одно условие. Сука, не дергай. Главное, чтобы кольцо не начало кровоточить. Насчет кровоточить, у тебя копытом так оховячит по сапатке. Ну, ты вся манипуляция. Как мы манипулируем? У нас. Смотрите. Мы все хотим отношений. Мы хотим счастья. Мы приходим на рынок отношений. И начинаем выбирать человека, который нам поможет реализовать наши потребности. Правда же? Женщина приходит на этот рынок. Выглядывают мужчин. Мужчина. Как мужчина это делает? Для начала с этого начнем. Мужчина смотрит баба, которому сексуально привлекательно, начинает с ней общаться и смотрит, есть ли у нее то, чего ему не хватает. Но так как мужчины, в принципе, не идиоты, в большинстве, они понимают, что бабы пришли на этот рынок не отдавать. Они пришли тоже что-то получить. Автоматически, логично, выходит история об обмене. Я вижу бабу, у которой есть то, что мне надо. Она хочет это поменять. Взять у меня то, что есть у меня. Я отдаю то, что у меня в излишке, в избытке, в обмен на то, чего в избытке у нее. Вот и счастье. Манипуляция это небольшие ситуации, когда мы видим, кто-то пытается нарушить договоренности. И все, все нормально, вся история. Поэтому женщина не должна выходить замуж за мужчину, если не знает, как его жизнь превратить в ад. Но так же она не должна выходить замуж, если она не знает, как его жизнь превратить в рай. И мужчина очень хорошо себя чувствует в мире, где есть баба, которая может его жизнь делать раем, без кавычек, или адом, без кавычек. Он понимает, вот эту херню не делай, туда не ходи, с тебя башка мертвый не будешь. Делай вот так, делай так, и тебе счастье, и тебе минет. По утрам, и тебе садика со сметаны, и ты, Герой, красавчик, и все в чистоте. Все очень просто. У нас не так. А вы действительно выбирали того человека? Как у нас в обществе выбираем мы? Пару семейную. Будут тщательно выбирать слова. Помните, я говорил, что я люблю карелов? Думаете, я так и тувинцам говорю, и казахам? Только карелам. Ну, я в Карелии прожил времени, но я только на своей исторической родине прожил времени больше, чем в Карелии, так что я карелы редкостной. Да. И Марк это подтверждение. Так мы строим отношения. С чего мы начинаем? С секса. Смотрим, с кем закрутились. У кого на меня встал. Кто захотел. Кто дала. Кто... Ну, и начинаем трахаться. А потом, ну мы же уже трахаемся. Надо из этого что-то делать. Это иногда похоже на странную историю. Одна же, я когда-то давно-давно-давно, очень-очень давно преподавал кулинарные курсы. И я очень хороший преподаватель кулинарии. Вообще чудесный. И одна дама, вопрос, она поднимает руку, говорит, Сатя, скажите, пожалуйста, какие-нибудь, накидайте рецептов с кориандром. В смысле, ну кориандр. Я, ну, кориандр можно добавить туда. Начинаю, ведусь на эту историю, начинаю, потом через 5 секунд включаюсь, говорю, стоп, 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 что-то не так. А что мы говорим? На хера тебе это надо? И она говорит, я вот купила 2 килограмма кориандра. Ну, если вы понимаете, что 2 килограмма кориандра, это много. Это много. Это не 2 килограмма хашиша, которые можно раскидать по знакомым. Это 2 килограмма кориандра, ты его не раскидаешь. Никому. И она, у нее же просто такая проблема, по факту. Она говорит, нет, накидайте рецептов с кориандром. Ну, что, суп с кориандром, да, 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 На первое суп с кориандром, на второе картошка с кориандром, на третье компот из кориандра, на четверо, ну, жареный кориандр, кориандр замоченный в кориандры. Я говорю, знаешь что, давай так, выкини его, и ты спасешь свою жизнь. Чувствуете, к чему я? Мы же уже трахаемся, надо из этого что-то делать. Что из этого? Что можно сделать из двух людей, которые трахаются? Семью. Но это как из кориандра лепить. Но ведь получается. Ну, получается. Сильно не у всех. Это достаточно просто, вот, ждать, и вспомнить в своем окружении какую-нибудь семейную пару, ну, которая настолько счастлива, что вы хотите повторить это. Чувствуете? Если такие примеры есть, то это какие-то малознакомые люди. Или какие-то представители, которые в Инстаграме выкладывают свои фотографии счастливые, да? Дама одна задает вопрос, пишет мне где-то в социальных сетях, там, ну, какое-то адское говнище, ну, то есть она в аду в каком-то, ну, судя по вопросу. Я автоматически захожу к ней на страницу, и там, счастливая жена, мать двух ангелочков. Сегодня у нас пицца, четыре сыра приготовила для любимого мужа. И вопрос такой, это сука адская, да-да-да-да-да-да-да. Ну, ладно, вернемся к сексу. Трахаемся, трахаемся, никого не трогаем. Так же, да, это начинается. Потом кому-то в голову приходит страшная мысль. Знаете, с чего начинается? Кому, кстати, когда два человека, мужчина и женщина, я адский гетеросексуал и традиционалист, мужчина и женщина занимаются сексом, как вы думаете, кому в голову приходит мысль, что-то из этого делать? Если берем из зала 10 рандомных человек, которые хотят с сексуальной интригой замутить счастливую семью, кто это будет из 10? Сколько будет женщин? Ну, я не такой в крайней стеки, да я обычно говорю, 9 и 1 очень странный Валера, которого все, как бы, надеются, что он есть, верят в его существование, как в Бога, никто не видел, но уверены, что он где-то есть. Потому что, ну где-то же есть Валера, который, нет, что ты, после того, что с нами произошло, Елена, у нас же был секс, теперь только хардкор, только ЗАГС, как приличный человек, я хочу дать вам свою фамилию. Но реальность немножко другая, женщина вляпывается в сексуальные отношения. Мужчина редко вляпывается в сексуальные отношения. Он просто хотел сексуальных отношений, он в сексуальных отношениях. Если мужчина начал заниматься сексом с женщиной, у него в голове, какая мысль у мужчины, ну, ЗАГСа женщина, с которой он спит. Никакая секси сейчас. Ну, не так, он говорит, очень классно, такая милая дама, теперь у меня регулярный, ну, качественный, предсказуемый секс. А мужчине очень важен, качественный, регулярный, что характерно, предсказуемый секс. Чтобы после работы не метаться в поисках утраченного. А? Домой приехал, а там пирожки наготовлены, зона бикини подготовлена. Вот это вся история. Поэтому он такой, ха-ха-ха, какое-то время, проблема решена. Я узнал алгоритм получения секса у этой богини, тебе надо воспроизводить. А я же с тебе переспал, я его угостил. Балтика семерочка мягкая и круассан из толстолобика. Все. Он знает, покупаешь Балтику семерочки мягкой, толстолобика, подъезжаешь и там как бы, да, этот вопрос решается. На всякий случай, дорогие дамы, то, что вы получили от мужчины до первого секса, это есть ценник вашего секса. Ну, чтобы вы были в курсе. Это то, что мужчина будет отдавать легко. Он понимает, за секс надо платить. Хорошая цена, пиво, это недорого. Все, что вы будете просить сверх этого, мужчина будет воспринимать как... Что такое? Почему процентная ставка повысила? Что чувствует женщина, которая встряла в сексуальные отношения? Подсказываю, если как-то надо объяснить это безумие. Почему она трахается с малознакомым мужиком? Надежды. Надежды. Если мы берем бабу, у которой было 50 мужиков, шлюха, если мы берем мужика, у которого было 50 баб, не, ну, хорошая карма, это дело такое, это как-то, ну, красавчик все-таки, это надо же, как, молодец, молодец. Так что репутационные отличия у нас тоже существуют. И вот женщина спит с мужиком, она понимает, что... Как она себе объясняет, что она с ним спит? Ну, это будущий муж. Мы же, естественно, мы не просто как выдр трахаемся, мы как бы узнаем друг друга, трахаясь на эскалаторе, который везет нас в брак. Да, это мой будущий муж. Да. Сразу возникает побочный эффект. Если это мой будущий муж, то я, что абсолютно логично в рамках логики, я его будущая жена. Если я его будущая жена, я должна вести себя как будущая жена. То есть выполнять обязанности жены. Если я выполняю обязанности жены, то надо требовать, чтобы эта тварь тоже выполняла обязанности мужа и так далее, и так далее. Вот здесь ловушка. Ловушка. Ловушка была еще раньше. Здесь вы поняли, что это ловушка. Ловушка была, вот, когда я тучи разведу ногами. Вот в этот момент случилось. Ловушка. Это логическая секундочка. Продолжим. Круг замкнулся. Надеюсь, он замкнулся в круг. Так и есть. Так и есть. Так и есть. И тут ничего нет. Я не говорю, что это плохо. Но в этой ситуации я бы себя так же самое вел, если бы я был дамой. Надо что-то с этим делать. Потому что просто пролыхаться. А как же продолжение рода? Почему так? У нас очень сильный инстинкт самосохранения. При всех раскладах теорию Дарвина никто не отменял. Хотя к ней есть вопросы. Нам надо размножаться. Размножаемся мы через что? Секс. Ну, правда же? Ну, допустим, какая главная функция женщины на планете? Продолжение. Как бы странно это ни звучало по сексистке. Ну, вот если мы берем женщину, смотрим, ну, просто вот красивая женщина сидит. И тут эту всю красоту, ее же вокруг где-то родные функции слепили. Такая красивая, такая лучика, чтобы там был мозг, чтобы защищать детей. Она такая приятная, чтобы привлекаться. Вот эта вся красота, чтобы выкармливать, ну, деток, привлекать самцов. Все вот это внутри, это все вокруг это. Вся ее психика, вся ее социалка. Она все вокруг, ну, то она созревает до родов, то она, как бы, у нее эти самые периоды всевозможной эволюции, ПМС и всякое такое. Процесс закончился. Подкался неожиданно к иммакс. Это сексуальное созревание в обратную сторону. То есть она чувствует себя Бенджамином Баттэмом, она говорит, ну, что у нее все пошло. То есть вся жизнь вокруг этого крутится. Вокруг этого. То, что там это еще немножко кайфово, ну, там можно оргазмик выжить. Ну, это приятные бонусы. Поэтому женщина, она ответила за все это хозяйство. А мужчина, я сегодня такой мультфильм смотрю, потрясающий. Про одного мужика и четыре вида баб, что-то такое. Четыре типа женщин. Да, 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 шикарно. Сегодня я посмотрю. 86-й год. И когда мужик там по бабам бегал, он такой увидел, он такой, какая хозяйственная. Вот бы как бы прислониться в это хозяйство. Вот это все так хорошо сказано там. И прямо понял, что вот это он и есть. Мужичок такой к хозяйству, в хозяйство прислониться решил. Отличная история. И вот мы про что? Про женщины. Женщины, надо что-то с этим делать. Что делать женщина, у которой сексуальный интриерс, малознакомый мужиком? Она уже вышла замуж. Ну, делать-то что? Надо раздобаривать на эту тему, я извиняюсь. Валера, я тут полностью эксплуатирую тебя вовсе. Ресурс, так сказать, растрачиваю где-то родный. Ты давай как-то серьезно подойти к вопросу? А Валера не привел? Валера, ну, к хозяйству прислонился. Валера, кстати, никого не обманывал. Он пришел и говорит, ну, замула Лерона, мадам. Очень хочется обастракнуть. Пожалуйста, сообщите алгоритм получения секса. Она ему в ответ, за амортизацию надо платить. Ну, вот. Вы сколько раз-то говорили мужчине? Ни разу. Да это вы сейчас умная такая тут сидят. За амортизацию надо платить. Вот, да, вот русская, усушка, все дела. Ну, ведете-то вы иначе себя? Типа, да мне вообще от тебя ничего не надо. Мое желание просто припасть к тебе, прихватить этого же жулика и совать себя. Потому что мне ничего не надо. Я женщина, которая была просто потрясена твоей харизмой и глубоким духовным содержанием. Вообще, вообще. А мужчина такой, ну, ладно. У вас такая баба хорошая. Прислонись к хозяйству. Бескорыстно. Действительно. За амортизацию. Ага, да, 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 да. Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok